В новогоднем балу приняли участие представители исторических обществ. Среди собравшихся были и потомки тех, кто участвовал в Отечественной войне 1812 года. Нам очень всегда приятно, когда восстанавливаются, возрождаются какие-то традиции, которые были характерны для российской истории, для российского государства. Потому что, представляя общество потомков, участия в Отечественной войне 1812 года, вы понимаете, что для нас именно важно сохранение вот этой живой истории. Планируется, что в 17-м году в Голицыно начнется возведение парка имени героев 1812 года. Парк будет иметь историческую направленность. Данный парк позволит объединить Веземы, Голицыно, Захарова. То есть это является событием историческим. Парк будет заложен на территории 5 гектар. Это знаковое событие. То, что сейчас парк имеет, по сути, уже идею героям 1812 года, это означает, что будут лица, персонажи. Ожидается, что парк будет разбит на тематические зоны. Таким образом, занятия по душе смогут найти люди самых разных возрастов. У нас все-таки год экологии. И не только экологии чисто в таком растительном понимании. Там деревья, парки, пруды. А должна быть еще экология и души человеческая. А это здесь совмещение одного-другого. Потому что мы создаем парк, посвященный войне 1812 года. В Российской империи балы вошли в традицию в Петровскую эпоху. Помимо торжественной составляющей, их гости имели возможность обговорить важные государственные и личные дела. Сейчас эта традиция возвращается в страну. Участники Голицынского бала погрузились в неповторимую атмосферу 19 века. Эпоху, которую многие считают золотым веком России. Святослав Савенков, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.